Это Моголь ТВ и в этом видео тебя ждут 10 легких на первый взгляд загадок и головоломок, но решить их с первого раза смогут далеко не все. Кстати, если ты еще не подписан на Моголь ТВ, то обязательно жми на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней, так ты всегда будешь в курсе новых видео с загадками и головоломками на Моголь ТВ. Номер 1. Для начала мы поиграем в наперсток, но в отличие от оригинальной азартной игры, у нас все честно и вы не рискуете потерять свои деньги. Просто проверим вашу внимательность. Следите за движением стаканчиков. Итак, шарик находится под стаканчиком номер 2. Ставьте лайк, если ответили верно. А теперь мы усложним задачу. И, наконец, самый сложный раунд. Номер 2. Проходя по лесу и собирая грибы, мужчина наткнулся на заброшенное здание. Как только он туда зашел, дверь захлопнулась и раздался страшный голос. Он объявил, что мужчина сможет выйти на свободу только через одну из трех дверей. За первой дверью его ждет палач, от которого не ушел живым еще ни один человек. За второй дверью скрывается гигантский и очень голодный лев. Он вмиг набросится на каждое живое существо. За третьей дверью весь пол залит водой и повсюду раскиданы электрические провода. Вода, разумеется, проводит электричество и при любом прикосновении к ней человека насмерть ударит током в 1000 вольт. Какую же дверь выбрать мужчине, чтобы выжить? Итак, если вы были достаточно внимательны и сообразительны, то увидели на ногах мужчины резиновые сапоги. Именно в этой обуви обычные ходят собирать грибы. Сапоги могут спасти мужчине жизнь, если он выберет третью дверь. Резина не проводит электрический ток, так что разлитая на полу вода и разбросанные провода не страшны. Через эту дверь мужчина выйдет целым и невредимым. Номер 3. И вновь загадка про двери, но на этот раз вы не знаете, что за ними спрятано. Известно лишь, что выйти вы можете только через одну из них. За всеми остальными вас ждет неминуемая смерть. Для того, чтобы выбрать безопасную дверь, у вас есть подсказка, на которой написаны цифры. Итак, через какую же дверь вам выбраться наружу? На самом деле, эта загадка не так уж проста. Некоторые из вас наверняка заметили на стене часы. Они здесь не просто так. Каждая цифра в подсказке – это не просто цифра, а время на циферблате. Если поставить точки на каждом часе, который указан в подсказке, а потом соединить эти точки, то мы получаем фигуру. Данная фигура есть только на одной из дверей. Она и является безопасной. Номер 4. А сейчас детективная загадка. В одной из квартир ночью произошло ограбление. Воры забрали три вещи – фонарик, радио и зубная щетка. По подозрению в краже были задержаны летучая мышь, черепаха и свинья. Подумайте и скажите, кто же из них грабитель? Чтобы распутать это преступление, нам понадобится логика и немного знаний о животном мире. Как известно, летучие мыши – ночные существа. Они используют для ориентирования в темноте эхолокацию. Проще говоря, они улавливают звук, который отражается от предметов. То есть фонарик им точно не нужен. У черепах нет зубов, так что зубная щетка им точно не пригодится. Черепаха невиновна. Таким образом, наш грабитель – свинья. Номер 5. Логическая загадка. Слушайте внимательно условия. У фермера было 16 овец. Всех, кроме 12, он продал. Сколько овец у него осталось? В данном случае для решения вы даже можете не уметь считать вовсе. Главное – быть внимательным. Как я и сказал в условии, всех, кроме 12 овец, он продал. Соответственно, у него осталось 12 овец. Номер 6. Зимой рядом с небольшой деревушкой в заснеженном поле был найден убитый мужчина. Рядом с телом была обнаружена только одна дорожка следов. Она выглядела вот так. Ближайшая деревня, хоть и маленькая, но в ней живет несколько сотен человек. Кого же в первую очередь среди жителей стоит искать полиции? Если внимательно посмотреть на то, как выглядят следы на снегу, то ответ становится очевиден. Ведь помимо следов ног, там есть две параллельные линии. Такие следы мог оставить только человек, который вез перед собой инвалидную коляску. Именно эту пару и нужно искать полиции в первую очередь. Номер 7. Не меняя цифр местами, поставьте между ними знаки «плюс» или «минус» таким образом, чтобы в результате получилось 100. Важное условие – вы можете использовать только три знака. Итак, правильный ответ. Вам нужно расположить два минуса и один плюс таким образом. Тогда получится 100. Номер 8. И еще одна детективная загадка. Известный бизнесмен был убит 1 января в своем доме. Полиция установила трех подозреваемых в убийстве. Андрей, Леонид и Сергей. Все они дали показания, чем занимались во время убийства. Андрей рассказал, что был за границей в этот момент. Леонид заявил, что был болен и оставался в постели по рекомендации врача. Сергей рассказал, что ходил в налоговую инспекцию, чтобы решить проблемы с документами. Кто же из них солгал и является убийцей? Для решения головоломки вам всего лишь нужно было быть внимательным. В условии я рассказал, что убийство произошло 1 января. А в этот день все государственные учреждения закрыты. В том числе и налоговая инспекция. Так что Сергей соврал, он и является убийцей. Номер 9. Вопрос предельно прост. В каком из данных кранов вода побежит быстрее? Разумеется, правильный ответ – кран под номером 2. В остальных случаях воде придется подниматься вверх, что займет значительно больше времени. Номер 10. На детской площадке рядом с песочницей сидят двое мужчин. Кто из них – отец мальчика, а кто нет? Мужчина под номером 2 не обращает ни на что внимания, кроме своего телефона. А мужчина под номером 1 внимательно следит, чтобы с ребенком ничего не случилось. Из этого можно сделать вывод, что он и есть отец мальчика в песочнице. Не забудьте написать в комментариях, насколько головоломок из 10 вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok